Доброе утро, друзья! Сегодня 7 марта. Я стою с цветами в студии «Хорошее настроение» для того, чтобы встретить нашего непобыстого слова «Супергостя». А вот, собственно, и она. Алла, доброе утро! Доброе утро! Алла, супер! Олимпийская чемпионка! Ура! Я тогда потихоньку буду перечислять. Участница пяти подряд зимних олимпиад. Олимпийская чемпионка 2014 года в лыжной акробатике. Многократная победительница этапов Кубка Мира. Я пальцы загибаю. Владательница первой в истории Беларуси золотой олимпийской медали в женском фристайле. Ура! 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 Мы очень рады, что ты сегодня у нас в гостях. Мы надеемся, что первыми поздравили с замечательным завтрашним женским праздником. И надеемся, что такая же у нас и беседа позитивная получится. Еще раз прими поздравления с такой шикарной победой. Как, уже немножко отдохнула? Ну да, хотелось до Олимпиады, не было времени на отдых, потому что все время соревнования, сборы, разъезды. И сейчас думаю, ну все, приеду домой, отдохну немножко. Не получается. Ну раз уж заговорили, такая шикарная встреча в аэропорту. Везде билборды, плакаты по городу. Каждый человек, я уверена, стремится на улице остановить и высказать какие-то хорошие слова. Еще раз поздравить. Журналисты, опять-таки, одолевают бесконечно. Вот такая слава мешает или помогает тебе? Ну, вы знаете, на данный момент, может быть, ну как бы еще не мешает совсем. Мне даже как бы приятно, когда там заходишь в магазин и подходят люди и говорят, «Алла, мы так переживали за вас, мы очень гордимся вами, спасибо вам большое, что вы нам доставили такое удовольствие». Ну, на данный момент нравится. Ну, как только начнет мешать, сразу говори, мы разберемся, скажем, чтобы не доставали. Ну, а давай все-таки вернемся вот в Сочи на какое-то мгновение. Вот в тот момент, когда делала прыжок, совершала подвиг, можно сказать, да? То есть думала о чем-то или только о прыжке, а может быть думала, я посвящаю это своей любимой дочери, например. То есть вообще какие мысли были? Ну, когда ты стоишь перед прыжком и настраиваешься на прыжок, там только мысли о прыжке. Как бы хорошо прыгнуть, приземлиться и выехать. Ну, а вообще я хочу посвятить свою победу, наверное, своей семье и всем, кто верил в меня. Вот мне интересно, они высоко прыгнули, когда увидели этот прыжок? То есть вот сидели на диване, предположительно? Я думаю, все, кто за меня болел, у них дома содрогались стены от крик, который они там произносили. Потому что, как мне рассказывали, и все мои родственники, друзья, они так все кричали, когда узнали, что я золотую медаль выиграла. А твоя маленькая доченька Елизавета, ей год и семь месяцев, ты говорила, да? Но она уже понимает, кто ее мама, вот понимает, чем ты занимаешься, примеряет ли медали. Ну, это к самому главному подходе. Разрешаешь ли. Медаль она примеряла, рассматривала, но на самом деле она еще, у нее такой возраст, что, как бы, кто ее мама, олимпийская чемпионка или нет. Ей нужна только мама, которая ее любит и заботится о ней. Но медалька тоже, наверное, нужна, чтобы в руках покрутить. Можем мы возьмем в руки вот это чудо? Оля, давай, разрешай себе. Конечно же. А я думала, сейчас опять придется с тобой спорить, кто первый прикоснется. Какая она тяжелая. Ну, тяжелая, но на самом деле очень тяжелая была дорога к этой медали. Это пять олимпиад, это практически 20 олимпийских лет. Ну, а что сейчас вообще? Может быть, сейчас немножко отдохну, с семьей съездим куда-нибудь на море. Ну, то есть еще два года, а потом выдвину и еще одно золото. Кстати, об отдыхе. Вот как ты больше всего любишь отдыхать? Это море должно быть обязательно? Для меня это море, наверное, потому что у нас вид такой спорта, зимний вид спорта. И как бы мы все время находимся в зиме, в снегу. И для меня отдых это отдых на море, на солнышке. Мы как-то вот ездили, наверное, года три назад на Кубу. И мне там очень понравилось, там шикарное море, песочек такой желтый. И там мы еще, когда были, прыгали с парашюта. Алексей Гришин, я, там, Тимофей Сливец. Ну, как бы очень понравилось, впечатления вообще нет. Ну, вам это действительно не страшно уже после своих прыжков. Вы практически олимпийской командой отдыхаете, да? Да, да. То есть... Ну, у нас, да, после сезона мы выезжаем на восстановительный сбор. Ну, это в основном море получается. Но можно сказать, что вы дружите семьями и поддерживаете отношения дружеские еще вне спорта, вне спортивного состязания? Ну, да, у нас команда ведь небольшая, и мы поддерживаем отношения и с Лешей Гришиным, и Димой Дощинским, ну, и Антон Кушнир. Все ребята, которые у нас в команде, у нас со всеми хорошие отношения. Ну, а в чем еще сильна Алла Цупер? Может быть, немножко в рыбалке был. У меня как-то период я занималась рыбалкой. Тоже такое женское, исключительно женское занятие. Нет, ну, очень приятно, когда сидишь с удочкой и расслабляешься мысленно, и, ну, не думаешь ни о прыжках, а просто сидишь и смотришь, клюет рыба или не клюет. И уже, наверное, не важно даже, клюет или нет, главное, что тишина, ты, удочка, весь мир подождет. Да, да. Вот сейчас, этой зимой у меня было так больше свободного времени на сборах, когда мы были, у меня увлечение было в вязании. У меня уже вся семья в новых шапках, в новых носках. Так, вот я тоже мечтаю о шапке от Аллы Цупер. Просто удивительная, удивительная Алла Цупер. Ну, меня как женщину, и, я думаю, многих наших телезрительниц, в первую очередь, интересует еще такой вопрос. Вот имидж. Имидж Аллы Цупер. Меня мужчина тоже интересует, почему она такая женщина. Да, 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 сейчас многие сделали такую прическу и пытаются подражать. Вот как ты пришла к такому стилю, к такой прическе или вот это так по жизни? Или кто-то привел. Или, может, да, какой-то мастер так постарался. Ну, у меня, наверное, лет 20 были длинные волосы, и я как бы всю жизнь, наверное, мечтала перекраситься в светлый, в белый цвет, и сделать короткую стрижку. И в какой-то момент сделала это, ну, мне очень понравилось. Ну, и, в принципе, когда ты все время в разъездах, вот эти сборы, тренировки, с длинными волосами не очень удобно. Так, утром встал, руками прическу сделал. То есть есть вероятность, что будет еще короче, да, я так понимаю. Готовы вот имидж сменить, то есть так вообще уже, знаешь, так чтобы наголо. Почему бы и нет, можно попробовать. У меня такой вид спорта экстремальный. Под шлемом удобно будет, и, в общем-то, и в воздухе ничего не мешает. Да, очень нравится. Ну, а вообще как-то профессиональные спортсменки, спортсмены-женщины, они как-то переживают, что, может быть, они упускают возможность лишний раз как-то в платье, на высоких каблуках, с какими-то укладками. Ну, у вас же все-таки постоянно работа такая, что ни сильного там яркого макияжа, ни прически, ни укладки, порой и маникюр тоже не сделаешь. От многого женского приходится отказываться. Не скучаешь, не жалеешь? Нет, ну, по возможности, по приезду в Минск после сбора соревнований я всегда стараюсь там одеть платье, особенно летом. Мне очень нравится. У меня дома есть там и туфли на каблуках. Конечно, не всегда есть возможность одеть их, но я всегда стараюсь по возможности быть женственной. В целом, есть ли мечта, которая, вот, как-то, может быть, пока недосягаемая, или, может быть, вот-вот уже скоро ты достигнешь чего-то? Есть мечта у Алла Цупы? Ну, конечно, есть. Я, ну, может быть, это не через год, не через два, ну, в ближайшем будущем. Я хочу, мы с мужем хотим еще одного ребенка, ну, может быть, и не одного, чтобы у нашей дочки был братик или сестричка. Ну, это, мне кажется, самая главная мечта в жизни, тем более в жизни женщины. А своих детей обязательно отдашь в какой-то спорт? Ну, или по их желанию? По их желанию, да. Как они захотят. Может, они будут художниками или музыкантами. Завтра праздник. Всеми нами любимый. Саша, я сейчас не о тебе. Да, тяжелое время. Для мужчин, конечно, это тяжело. Саша, кстати, угадал с цветами. Какие твои любимые цветы? Ну, мне нравятся и тюльпаны нравятся, розы очень нравятся. А какого цвета розы? Красные. Красные. Слышали? Это я для поклонников сейчас спросила, так что теперь знаете. Тюльпаны и красные розы. Еще раз поздравляю просто очаровательную, красивую женщину, маму замечательного ребенка, маму, которая всю семью, можно сказать, не просто держит на своих руках, а заставляет подпрыгивать высокой. И кульбиты всевозможные изображать. И всю страну заставляет подпрыгивать. Да, да. С праздником. Еще раз в следующий раз обязательно будет красная роза. И я еще, пользуясь моментом, еще раз прикоснулась к золотой олимпийской медали ради того, чтобы пожелать много-много вот таких вот подобных медалей и тебе, и всем нашим белорусским замечательным спортсменам. Спасибо тебе, Алла. Вам спасибо. Хорошего тебе дня и замечательного завтрашнего праздника. А сейчас передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Смотрим новости 24 часа.